Бытие, 32 глава, с первого стиха. Давайте прочтем. Мне нравится здесь первый стих. Он такой, часто мы так поступаем. Это не значит, что мы не дети Божьи. Вы понимаете меня, да? Кто из вас понимает, о чем я говорю? Иаков пошел путем своим и встретил его ангел Божий. Иаков идет своим путем, а его встречает Бог. Знаете, в нашей жизни есть периоды, когда мы идем своим путем. А он желает нам дать его путь, его откровение. Вы знаете, когда мы встречаем ангелов, и когда Бог посылает своих ангелов, это не всегда хорошо. Это всегда очень страшно. Гедеон сказал, увы мне, Господи, потому что я видел Бога. Когда они встретились с ангелами, встретились с Авраамом, то он принес ему весть, что Содом и Гамора будут разрушены. Вы знаете, когда ангелы Господни приходили, что-то должно было происходить. Есть какая-то жертва, есть какое-то действие, которое будет происходить. Вы знаете, мы все хотим видеть ангела. Кто-то хочет видеть их. Я вам хочу сказать. Если ты встретил на своем пути ангела, значит, ты идешь не своим путем. То есть своим путем. Если ты встречаешь... Бывает в нашей жизни что-то происходит, и он посылает своих ангелов. Я прочту, давайте прочтем. Яков увидел их и сказал, это ополчение Божье на реке этому месту Механаин. Почему он так сказал? Потому что он устрашился. Вы знаете, есть моменты в нашей жизни, что мы теряем из виду тот фокус, который должен быть по-настоящему. Куда мы идем? Для чего мы живем? Некоторые задаются этим вопросом, а некоторые перестали задавать этот вопрос. Они уже уверены, они уже уверены в себе. Яков тоже думал, что он уверен в себе. Вы знаете, он видел ангела, и он видел, о, ополчение Божье, Механаин. Все. Это место даже крутое. Давайте прочтем дальше. Послал Иаков перед собой, вестников, брату своему, в землю Сеир, в области дом. И приказал им, сказал, скажите господину моему Исаулу, вот что говорит раб твой Иаков. Я живу в Иоанна и прожил до ныне. И есть у меня волы, ослы и мелкий скот, рабы, рабыни. И я послал, известите о себе господина моего, дабы приобрести благоволение предачами твоими. И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаулу. Он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Тут ангелы, 400 человек, все ясно. Все понятно. Суть понятна, правда? Я хочу, чтобы вы поняли, в нашей жизни бывает такой период, ну все, я понял. Конец. Ну, я осознаю его, я понимаю его. Почему? Потому что я осознаю, что мы приходим к такому месту, где приходится что-то делать. Но мы не знаем, что. Мы не знаем, как поступать. Мы не знаем, как действовать. Я вам честно скажу, смотри на обстоятельства. Есть обстоятельства, которые тебе будут говорить, что делать и куда идти. Вы знаете, он по человеческому рассуждению посылает Валову к брату, чтобы приобрести благоволение. Но брат-то идет с другой целью. 400 человек он не просто взял с собой. У него планы другие. И вы знаете, я осознаю, что должно быть какое-то сражение. И знаете, мне нравится Иакова. Он хитрец и щиток. В нашей жизни мы хотим перехитрить и себя. Мы настолько верим в то, что мы делаем, что мы даже обмануты сами собой. Вместо того, чтобы довериться Богу и поверить Ему в то благословение, которое Он несет нам. Я не хочу, чтобы мы обманывались. Есть одна истина, это Слово Божие. Все остальное, что ты напридумывал, что ты себе придумал, как ты себе идешь, это выдумка. И вы знаете, Иаков был таким человеком до определенного момента. До определенного момента. И сказала Иаков Богу, начинается сражение. Я хочу, чтобы вы увидели, где начинается сражение. Божий отца моего Авраама, Божий отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возврати землю твою, родину твою, я буду благоволить тебе. Вот я иду, меня убить хотят. Бог говорит ему, возвращайся. И тут его подстерегает. Офастность. Ни у кого не было такого ощущения, вы пришли в церковь и вам еще хуже стало. Пришло какое-то удручение, война какая-то пришла. Что нужно сделать? Смотри, он начинает молиться. Он начинает говорить с тем, который его послал сюда. Надо говорить именно к нему. Молитва разрешает многие аковы, разрешает многие проблемы. Вы знаете, что мне нравится в Иакове, так это то, что он умел молиться. Когда у него была проблема, он молился. Да, он был изворотливый, да, он где-то что-то делал, но он всегда, он умел молиться. Он и шел до конца в молитве. Он до конца шел в определенной цели. Но некоторые, знаете, молятся, Господи, благослови эту пищу, аминь. Благословил, не благословил, какая разница. Но мы должны молиться не только за пищу, а за свою жизнь. Господи, благослови меня. Пока я не услышу внутреннее, пока я не ощущу внутреннее. Вы знаете, я понимаю его, я осознаю это, что когда ты молишься и становишься на молитву, ты должен ощущать эту силу. Давайте прочтем дальше. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. И ты сказал, я буду благотворить тебе. Сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. Он даже говорит слова веры, в которые он не верит, боится. У вас это бывало? Да сплошное чудо. Но смотрите, что? Если ты будешь продолжать в своей жизни делать то же самое, то же самое, Бог начнет что-то делать. Смотрите дальше. И ночевал там Иоанков, ничего не получил. И взял из того, что у него было, в подарок Исава брату своему 200 коз, 200 козлов, 200 овец, 200 овец, 30 верблюдев и так далее. И дал в руки рабам своим, и сказал, стадо особое, и сказал, Своим каждое стадо особое. И сказал рабам своим, пойдите передо мной и оставляйте расстояние от стада до стада. И приказал к Иерону, когда брат мой Иса встретится, спросил, он опять делает плотские вещи. О, это мудрость, можно сказать. Но он подарками пытается задобрить своего брата. Иерой. Настоящий Иерой. Но мы так делаем. Оно получается даже. Но послушайте, это не сработает, если человек ожесточен. Когда сработали подарки в ожесточенном сердце? Кто усмиряет сердце? Кто делает человека свободным от жестокости? Он готов был отдать все ради того, чтобы сохранить свою жизнь. Он отдал все ради того, чтобы сохранить... ...по человеческому рассуду. Он поступает как нормальный человек. Он спасает свою жизнь. Мы часто так идем, исследуем, вроде бы, спасая свою жизнь. Мы оставляем все ради того, чтобы спасти только свою жизнь. Но Бог, Он предусмотрел в нем гораздо больше. Я хочу сказать тебе, послушай. Да, ты можешь что-то делать в своей жизни. Да, ты можешь что-то натужиться. Да, что-то напрягаться. Но Он хочет другого от тебя. Он хочет другого от тебя. Целеустремленность – это хорошо. Планы – это хорошо. Идеи – это хорошо. Но Он хочет другого. Послушайте. Он говорит слова веры, в которые не верят. Бог хочет, чтобы я веровал. Но вера приходит от страданий. Вера приходит не от того, что я слышу. Вера приходит от того, что я пострадал. Благо мне, что я пострадал. Потому что научил зачем. Послушайте. Почему я хочу это сказать? Давайте это читаем дальше. Потому что это классное место. И приказал первому сказать. Когда брат мой сказал встретиться, тебе спроси. Чей ты и откуда идешь? И чье это стадо перед тобой? Ты скажи. Раба твоего, Якова. Это подарок, посланный господину моему Иса. Вот сам он за ними. Тоже приказал второму и третьему и всем, которые шли за стадами. Говоря. Так скажите Исау, когда встретите его. И скажите. Вот раб твой, Яков, за ним. Ибо он сказал сам себе. Умило в стеблю его дарами. Где он сказал? Скажи. В сам себе. Это не Божие. Он сказал. Ну, муж веры. Значит, мы верим, что он от Бога. И в милости дарами, которые идут передо мной. И потому увижу лицо его. Может быть, ты примет меня. Он даже не верит тому, что происходит. Это точно не. Ну, муж Божий. Девы и дева, Божия. Значит, будем верить, что это он. Э, нет. Слушай, хитрость никогда не будет Божьим. Манипуляция никогда не будет Божьим действовать. Он хотел манипулировать сознанием своего брата. Задобрить своего брата. О, Бог показал ему. Он пошел своим путем. Вы помните, что сначала было? Он пошел своим путем, а Бог показал ему сражение. И, видать, это сражение увело его на правильный путь. Он сказал, михнаим. Пошел дальше. Я каждый раз хочу видеть. Смотрите, он не пошел к Богу. Он не встретился с Богом снова. Он не искал, что Бог хочет. Но он идет дальше. И смотрите, что происходит. Он встречается с братом. Мне нравится. И встал в ту ночь, взял двух жен своих, и двух рабов своих, и одиннадцать сынов своих. И перешел через заок вброд. Со скотом, животным. Уже пустой. Ничего нет. Ничего нет. Понимаете? Пустой. Ноль. Тут он богат. Тут он все накопил. Жена и дети только. Лишь бы они были. Смотрите, я дочитаю. И остался Иаков один. И взял их, и перевел через... И перевел, что у него было. И встал Иаков, и оставался один. И боролся некто с ним. До появления. А теперь откровение для вас. Благословение приходит не от того, что мы хитрены. Благословение приходит от сражения. И Бог желает, чтобы мы за свое благословение боролись. За любое благословение нужно бороться. Он подводит израильский народ к земле Абитавана. И он говорит, так, боритесь. И что они сказали? Не пойдем. Нет. Каждый раз, когда нам надо что-то взять. Когда нам что-то преодолеть надо, мы начинаем говорить. Если Бог, ты сделаешь, тогда мы и сделаем. Вы понимаете смысл? Но когда мы молимся Богу, когда мы взываем к Нему, Он отвечает. Мы даже имеем слово веры, которое исповедуем, но не верим Ему. Что нужно сделать? Скажи своему соседу, Борис, дальше. Когда встретится тебе Бог, когда встретится тебе откровение, придет тебе откровение. За свою жизнь нужно бороться. За жизнь нужно бороться. За откровение нужно бороться. За то, что ты принял от Бога, нужно бороться. Все говорят, ну, Бог тебе все даст. Нет. Бог уже все дал. Ты даже в это поверил И исповедовал Иисуса Господа А теперь надо бороться Чтобы все это истребовать Я верю в великого Бога Снова повторяю Мой Бог великий Бог чудес Настолько велик Что Он может дать мне все И знаете что? Бог борется с Иаковом Мне нравится что Бог сам борется с ним Почему? Потому что Бога уже перехитрить не можешь Всех перехитрил Лабана перехитрил Брата перехитрил Отца перехитрил Всех перехитрил Но Бога перехитрить нельзя Здесь надо выбрать благословение Если оно твое Борис дальше Вы знаете Есть определенная жертва Есть определенная сила Божия Есть определенная ответственность За то что ты делаешь И смотрите Он дальше И увидел он И увидел что не одолевает его Коснулся состава бедра его Яков Иаков был целеустремлен Он видел Что это тот Который может его благословить Который может ему дать Восполнить его нужду Которую он нуждается Он уже без ничего остался Если вы понимаете Он уже все отдал Он уже потерял свою жизнь Он когда боролся уже потерял свою жизнь Но смотрите что происходит И сказал Отпусти меня Ибо взошла заря Иаков сказал Не отпущу тебя Не отпущу тебя Я хочу благословить Благословить Вы знаете За что борется человек Я хочу Чтоб ты услышал За слово Благословить Благослови Он боролся Не за то Чтобы у него было все А чтобы Бог был с ним Благослови меня Я из ворот Я хитер Я умел Я знаю Как выйти из воды сухим Но я хочу Благословение Вы знаете Чем разница Между благословением И своими умениями Потому что люди Есть успешные в мире Благословенные Только могут быть с Богом Благослови меня Я говорю о том Благословении Благословение Которое приходит от Бога Которое он истребовал Есть великое благословение Смотри внимательно Он дальше получает имя Бог меняет его имя Его родители назвали неправильно Знаете почему? Потому что Видели какой он Как его имя было? Правильно Мама видела Какой у нее сын Папа видел Какой у нее сын И у него сын Это не я назвал его так Но Бог его хотел назвать по-другому Вы знаете Часто к нам Прилипляется Какое-то действие Которое Как имя Как кличка Кто мы такие По жизни Везучим Конец с ним Бог Знаете Разница между Израилем И Аковом Как небо И земля Как небо И земля Мы сейчас Называемся Израилем Новым Израилем Мы народ Божий Но за это Нужна Как-то Павел Сказал Вы еще не до крови Сражались Подвязаясь Против греха Знаете Есть то Что Иисус Уже дал нам И мы хотим Схитрить Пройти мимо Креста Не получится Тебе все равно Придется Пройти Это сражение Есть твое Сражение Есть твоя Брань И каждый Пройдет Эту свою Брань Я не знаю В чем у тебя Проблема Может ты Младенец Может ты Тот Который Желает Чтобы О нем Все заботились Может ты Эгоист Может ты Хитрец Умел И у тебя Другие планы Тебе Нужно Благословение Божье Бог Бог Не выбирает Себе Любимщиков И хороших Он Просто Любит И вы знаете Бог Полюбил Нас Не по делам Нашим А потому Что Иисус Христос Умер За нас На кресте И Он Зная Что мы Грешные Умер За нас И мы Сегодня Имеем Эту Свободу Для того Чтобы Бороться С Богом За Свою Бодестоверие Я говорил Яко Умел Молиться Слушайте Внимательно Молитва Это еще Не все Это не Меняло Его Натуру Что Его Меняло Натуру У него Появился Плотской Недостаток Бог Коснулся Его Состава Кто-то Говорит Что Он Начал Храмать После Этого Прихрамывать Ходить Не так И это Всегда Напоминало Что Он Уже Не хитрец Часто Есть Вещи Которые Говорят Слушай Остановись Хватит Хитрить Ты Помнишь Через Что Ты Прошел Бог Благословит Тебя Бог Наполнит Тебя Тебе Не надо Обманывать Тебе Не надо Грешить Больше Тебе Не надо Воевать Против Своей Совести Ты Другой О Это Недостаток Конечно Но Внутри Он Лев Внутри Он Победитель Внутри Он Имеет Откровение Смотри Внимательно Я Дочитаю Это Сказав Ныне От От Израиль Ибо Ты Боролся С Богом И Теперь Не Будешь Хитрить Юлить И Обманывать А Будешь Одолевать Людей Где он Одолевал Людей Где он Воевал С людьми Где он Сражался С людьми У него Была Такая Власть Внутри Что ему Не надо Сражаться Вы понимаете Победа Начинается Первое Сражение Которое Он Это Сражение С Братом Он Одолел Своего Брата Вы Знаете Это Вы Не Поверите Он Перестал Бояться Он Был Благословен У Него Ушел Страх Признаком Того Что ты Благословен У тебя Уходит Страх У тебя Уходит Сомнение У тебя Уходит Недовольство Жизнью И всеми Остальными Ты Меняешься Хоть Что-то Внешнее Говорит О том Что ты Был На грани Срыва Или Еще Чего-то Что-то Я Я хочу Чтоб Вы Дочитали Спросил Иаков Скажи Имя Твое Чтоб Я Знал Кто Меня Так Благословил И он Сказал Ну что Ты Спрашиваешь А имя Мое И Благословил Благословил И Нарек Имя Иаков Место Тому Пен Ибо Говорил Он Видел Бога Лицом К лицу И Сохранилась Душа Моя Если Я с Богом Боролся И Остался Жив То Мне Теперь Не страшно Если Я Бога Видел То Мне Не страшно Никакой Человек Если Теперь Бог За Меня То Кто Теперь Против Смотрите Он Дальше Встречается С Исауном Взглянул Иаков И Видел И Вот Идет Исауна С ним 400 Человек И Разделились Дети И 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 Поставил Служанок И Детей Впереди Лию Дети За Ним Рахи Леосифа Позади А Сам Пошел Перед Ним И Поклонился До Земли Семь Раз Подходя К Брату Своему И Побежал И Сав К Нему Навстречу И Его Слушай вним Кто Это Сделал Послушай Если Бог Идет Впереди Тебя Он Подготавливает И Путь Я Хочу Чтоб Ты Услышал Он Первое То Что Встречает На Своем Пути Самую Сложную Опасность И Самую Тяжелую Проблему Это Стран Потерять Свою Жизнь Потому что Брат Возненавидел Тогда Братья Убивали Это Нормально За Благословение Просто Это Норма Была Жизнь И Тут Он Встречается Со Своим Братом И Сав Поклоняясь Ему И Он Видит Что Ничего Не Происходит А Наоборот Что То Изменилось Что То В Воздухе Поменялось Он Понимает Что Бог Сним Он Одолевает Людей Ему Не Надо Изощряться Ему Не Надо Хитрить Ему Не Надо Обманывать Там Был Случай Когда Его Братья Его Дети Они Из-за Того Что Неправильно Поступили С Его Дочерью Убили Целое Селение Вырезали Они Схитрили Как Отец А Отец Хотел Приобрести Все Селение Разница Между Отцом И Детьми Он Мог Иметь Все А Они Ожесточили Весь Религион Против А Это Не Значит Что Иакова Бог Не Благословил Иаков Все Равно Был В Победе Но Вы Помните Что Произошло С Детьми Это Иголод Иосиф Который Ощутился Это Произошло Некоторые Вещи Некоторые Проблемы Иосиф Уже Был Тогда Но Почему Это Происходило Только По Одному Что Иаков Он Такой Ж И дети Повторяют Наши ошибки От Ныне Мое Имя Израиль От Ныне Меня Будут Называть Тем Имя Которое Одолевает Людей Потому что С Богом Боролся Которое Имя Которое Бог Дает Человеку Смотри Я хочу Чтобы ты услышал Когда Бог Дает Имя Он Дает С этим И атрибуты Сын Я Ныне Родил Тебя О Это Об Иисусе Кто Слышит Это Об Иисусе Я Слышу Это Когда Вы Слышите Что Вы Рождены Ныне Сейчас Иисус Родился Он Был Не До Очер И Он Рожден Женой Но Ныне Сейчас Когда Ты Получил Откровение От Бога Ты Можешь Иметь То Благословение Которое Бог Дает Тебе И Людей Отобивать Будешь И Людей Отобивать Будешь Это Не Твое Слышение Вы Помните Первое Сражение Которое Встретилось Израильскому Народу Когда Они Перешли Через Ардам Самый Укрепленный Город Самый Укрепленный Город Бог Не Привел Их К самому Такому Маленькому Захолустому Селу А Привел К укрепленному Городу И Знаете Почему? Чтобы Они Увидели Че Сражение Как Они Будут Одолевать Врага И Помните Когда Они Один Раз Не Одолели Врага Они Начали Вопрошать И Спрашивать Почему Это У нас Произошло Вы Взяли Заграли Вы Поступили Неправильно Господь Отошел От них И Когда Они Это Сделали Убрали От себя Грех Что Произошло Бог Опять Начал Сражаться На их Сражение Я Я Вам Хочу Сказать Когда Ты Победил То В твоей Жизни Ты Будешь Слить Только Одни Святость Чистоту Праведливость Все Остальное Остается Неважным Потому Что Святость И Чистота Бери Бога Это То Что Дает Тебе Акрибуты Ты Израиль Ты Тот Который Одолевал Сражался С Богом Иуде Даривай Бог Победитель Я хочу Закончить Мы Никто Не Пройдем Через Крест Нам Надо Пройти Через Крест Каждому Узнаться И У нас Есть Сражение Когда Мы Принимаем Иисуса Христа Это Не Значит Что Мы Не Боремся Внутри У У нас Никто Борьбы Которая Говорит О том Что Я Уже Не Такой Знаете Он Стал Хромой Он Коснулся Беда Кто-то Говорит Он Был Совершен Ничего В нем Ничего Страшного Даже Если Хромой Послушай Внимательно Главное Что Бог У Павла Была Проблема Но Он Молился Богу И Бог Ответил Довольность Тебя Меня Я Столько У Тебя Что Тебе Довольно Ты Должен Помнить О Своем Сражении Есть Моменты Когда Ты Сражаешься Сражаясь С тем Чтобы Иметь Новое Новое Благословение Поэтому Мы Накрой Постимся Пост Это То же Сражение Кто Из вас Знает Что Пост Это Сражение Сражение В плоти Чтобы Получить Духов Но Пост Покушал И Забыл Что Есть То Что Помнится Всю Жизнь Я Помню Один Раз Когда Мы Молились Я Так Хотел Божьего Благословения Я Не Знал Как Я Ходил И Смотрел Все Вокруг Меня Оно Не Такое На Служении Ну Хорошо Но Людей Мало В церковь Приходит Там Так Мало Этого Мало Знаете Я Молился Бог Я Просил И Вопрошал Его Это Дай То Один Прекрасный Момент Вы Знаете Когда В твоей Жизни Происходит Сражение Мне Бог Сказал Что Он Будет Со Много Я Просто И Спросил Это Я Выпросил Это Когда Ты Осознаешь Что Бог С Тобой Когда Бог С Тобой И Тебе Не Надо Уже Ни Чьи Уговор И Ни Кто Пойдем В церковь И так Далее Ты Уже Бежишь Туда Потому Что Ты Стремишься Получить То Благословение Кто Из Вас Переживало Это Кто Из Вас Переживает Сейчас Почему Потому Что Откровение Божие Оно Прошло Через Тебя Знаете Бывает Мы Получаем Все Даром Я Не Хочу Даром Я Не Хочу Получать Даром Потому Что За Все Надо Платить За Все Есть Цена Но Есть Та вещь Которую Бог Хочет Тебе Дать Это Благословение Он Хочет Наполнить Тебя И Тебе Нужно И Спросить Его Выпроси У него Он Молился 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 И сказал Господи Ты Сказал Что ты Благословишь А у Меня Страх А у Меня Страх Верни Вы Знаете Когда Ты В Молитве Борешься Помните Иисус В Гефсиманском Саду Ему Надо На крест Это Откровение Его Это Его Откровение Чтобы Отдалить Врага Ему Надо Пройти Через Крест Но Решение Происходит В Гефсиманском Саду Борьба Происходит Где В Гефсиманском Саду И Когда Он Встал С Молитвы О Что Там Было В нем Была Полнота Сил Вся Сила Божья Была В нем Потому Что Когда Его Сказали Это Он Я Это Они Пали Замер Кто Из вас Иисус Я Они Упали Почему По какой Причине Слава Божья Была На Нем Я Я вам Хочу Сказать Больба Начинается Когда Ты Начинаешь Молиться Когда Ты Начинаешь Просить Бога Когда Ты Начинаешь Просить То Что Тебе Нужно О Чем Ты Нуждаешься Больше Всего Кого Из вас Есть Нуж О Есть Нужды За Которые Вы Можете Обмануть Вы Просить Так Господи Да А Есть Нужды За Которые Надо Бороться Всю Ночь За Которые Надо Сражаться Плакать Стянать О Вы Еще не боялись Яков Было Страшно Знаете Иисусу Было Страшно О Иисус Ничего не Боялся Послушайте В нашей Жизни Есть Страх Мы Людимся Иисус Проходил Через Определенные Страх Есть Страх Это Не Значит Что Ты Не Пройдешь Через Это Но Это Принятие Решения Он Встал Идет Он Еще Даже Не Уверен В Этому Но Он Победил Свой Страх Он Шел Впереди Он Думал Всех Пошло Впереди А Теперь Он Идет Впереди Всех Он Не Боится Почему Потому Что Он Наверное За Этим И Остаться Хотел Как Я Еще Нарожаю На Всякий Случай Пускай Они Идут Там А Я Нарожаю Детей По Слову Ж Ты Сказал Что Я Ножу Увеличусь Но Есть Сражение Которое Должно Быть В нашей Жизни Я Утрирую Преувеличиваю Но Это Наши Дети Вы Понимаете О чем Это Наши Переживания И Яков Он Начинает Переживать О том Что он Имеет Что он Приобрел Брат Возвращает Все Все Что У него Было И все Что он Хотел Подарить Не Надо Мне Ничего Твое Что Ты Не Сказал Что Ты У меня Бог Я Люблю Тебя Кто Дает Любовь Кто Благоволение Дает Кто Располагает Сердце Человека Мы Можем Многие Вещи Делать Мы Можем Многие Вещи Делать Вы Знаете Те Вещи Которые Бог Делает В твоей Жизни Если Ты Делаешь Из Страх Ты Хитриешь Из Страх Сомневаешься Манипулируешь Ради Своей Выгоды Останавливаются Это Не Благословение Божье Правда Кто Из вас Понимает О чем Это Может Быть Спасно Служителем Может Пожалей Себя Подумай О себе О детях Зачем Ты Туда Идешь Но Он Шел К Этому Благословению Потому Что Бог Сказал Ему А Хочется Благословения А за благословение Надо Каждый раз Я вам хочу сказать Вы идете на одно А получаете Совсем другое Вы хотите Видеть Много А видите Что Будет Конец Вы Вроде бы На грани Сорваться На грани Потерять Все Но Бог Хочет Провести Вас Через Насколько 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 Верны Ему Насколько Вы Уверены Ему Мы Сейчас Будем Молиться Давайте Вставим Место Где Благословение Кто Нуждается Сегодня В Благословении Кто Нуждается Сегодня В Откровении Кто Нуждается Сегодня В Слове Вы Знаете Я не знаю Кому я проповедовал Я часто Проповедую Просто Себе Я Слушаю Себя И Наслаждаюсь Знаете Почему Потому что Не я Это Проповедую Я Проповедую Потому что Бог Дает Откровение Я Наслаждаюсь Потому что Я Подкрепляюсь Через Некоторые Вещи Мы Проходим Через Некоторые Вещи Мы Нам Нам Тяжело Но Мы Идем Через Некоторые Мы Проходим Через Многие Вещи Каждому Из Нас Нужно Пройти Взять Свой Крест И Следовать За Иисусом Твой Крест Это Твое Откровение Вы Знаете Откровение Иисуса Креста Это Его Крест Боже Твое Откровение Это Твой Крест Но За Него Надо Побороться Знаете Якова Какое Откровение Было Какое Благословлю Тебя Размножу Тебя Но Это Не Его Это Его Отца Он Его Просто Надо Иметь Свой Крест Вот Пенуэл Это То Место Где Твое Откровение Стало Место Твоего Откровения Место Твоего Откровения Откровения В твою Жизнь Я вам Хочу Сказать Нет Вы Должны Спросить Вы Вы Проси Вы Проси У Него Начни Просить У Него Пока Не Благослови Женю Пока Не Благослови Женю Пока Не Дашь Я Не Думаю Почему Он Сразу Не Дал Почему Не Примирил Сразу Это Путь Почему Все Пришлось С неба Золото Кусками Падает Дети Кусками Жен Жен Сразу За Все Нужно Бороться За Все Нужно Сраваться Потому Что Благословение Бога За Него Нужно Бороться И Он Желает Чтобы Не Научились Некоторые Сегодня Проходят Через Тяжелые Времена Но Я Вам Хочу Сказать Что Та Борьба Которую Вы Проходите Еще Не Настала У Вас Просто Появились Страны Борьба Впереди Знаешь Почему Это Нужно Побороться Вот Здесь Вот До Момента Когда Вас Взойдет Заря Чтобы Получить Откровение Чтобы Ушел Стран Ушел Сам Чтоб Прислав Вера Божия Не Вера Твоего Отца Мамы Не Вера Пастыря Не Откровение Служителей Чтобы Она Была Твоей Личной Верой Помолитесь О Меня Аллилуйя Но Твоя Вера Твоя Спасет Тебя Когда Мы Молились Оно Получалось А Сейчас Он Хочет Чтоб Ты Начал Трудиться Сам Правда Работать Сам Над Собой В Молитве Побеждать В Молитве И это Невозможно Как это Так Я Я По Благодати Живу Где Ж Это Все По Благодати Там Вот Но Там Нету Благословения Божьего Понимаете Божьего Понимаешь Благословения Божьего За него Нужно Бороться И Не Имеет Значения Возраст Возраст Не Имеет Значения Скажи Своему Сын Бол Тоже Борис Правил Мы Сейчас Будем Молиться Но Я Хочу Сначала Помолиться С Той Любим Которая Желает Перемириться Вы Не В Мире Не В Мире Потому Что Вы Где-то Согрешили Где-то Поступили Неправильно Где-то Пошли Неправильно И Вам Надо Погонять Если Ты Желаешь Я Буду Молиться Вместе С тобой Подними Свою Весь Репцентр Что Вы Там Делаете Братья Надо Пойти На Репцентр Срочно Вы Там Не Грешите Бол Вы Грешите Будем Молиться Я Готов С вами Молиться Каждый Ран Я Каждый День Буду Молиться Сам Вместе С Вами Пока Бог Не очистит Не омолит Аминь Но Есть Люди Которые Себя Считают Правильным И Которым Нужен Иисус Христос Нужно Покаяние Нужно Откровение Иисуса Христос А ты Не знаешь Что в твоей Жизни Не будет Борьбы Борьба Произойдет Но тебе Нужно Сейчас Покаяние Освящение Без Освящения Не бывает Прощения Не бывает Я не верю В Бога Чуть не сказал Твоего Знаешь Почему Твоего Потому что Бог Всем Повсюду Повелевает Если Мой Бог Такой Он Повелевает А некоторые Думают Я один раз Показал Мне все Равно Господь Ходен Уже Обманул Сто Раз Сто Пятдесят Уже Поступил Мне Правильно Двести Раз Бог Поделевает Всем Повсюду Давайте Скорим Бог Молитесь Вместе Со Мной Господь Иисус Я Прошу Тебя Прости Меня Я Осознаю Что Я Грешен И Я Знаю Господь Что Ты Умер За Мимо Прости Освободи Омонь От Всякого Греха Я Благодарю Тебя Я Славлю Тебя Великий Бог Отец И Дух Святой Али 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 Я Верю Иисус Что Ты Ты Со Мной Что Ты Проведешь Меня Что Ты Выведешь Меня Поставишь На Пространное Место Благословишь Во всем Господь Я Благодарю Тебя Я Славлю Тебя Что Время Настало Благослови Во Имя Иисуса Христа Аминь Братья Я Не знаю Но Что Хочется Уже На Лепце Тут Я Знаю Что Хорошо Послушайте Знаете Почему Мне Хочется Потому Что Братья Волочают Совестно Это Многого Стоит Потому Что Мы Видим Друг Я Не могу Вас видеть Дома Какие Вы В отношениях Они Видят Друг Друг Они Смотрят На Друг Друг Они Видят Какие Они Где Они Обманывают Где Они Они Вряд Где И Совесть Мышит Вас Уже Не мучает Потому Что Вы Супер Верующие Я Не верю Вам Нужно Тоже Благословение Вам Надо Пройти Через Это Я Им Завидую Я Вам Завидую Потому Что Вы Потеряли Развернитесь К ним Посмотрите Что Совет Зачесалась Вам Надо Брать Пример В некоторых вещах Быть Простыми Как Дети Дети Божьи Это Дети Божьи Скажи Я Дитё Божьи Не бойся Не стесняйся Амэн 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 Вы Знаете Когда ты Исповедуешь Это Устами Исповедуют Как Ко спасению Сердцем Веруют К Праведности Правда Я Я Теперь Я Я Дитё Божье Я Дитё Божье Я Сын Божьи Аллилуйя Я Благословен Устами Исповедуют Ко спасению Вы Можете Их Поздравить Может Это Для Них Будет Новым Благословением Я Хочу Еще Молиться Позьмите За Руки Сосед Вам Надо Силу Вам Надо Силу Вы Хотите Силу От Бога Кто Из Вас Хочет Силу Кто Из Вас Хочет Силу Силу Дает Бог Силу Дает Бог Там Где Ты Что То Делал В Своей Жизни Как Ты Поступал Как Ты Хотел Схитрить Поступить Ты Увидишь Силу Дает Бог Я Буду Молиться Что Бог Дал Вам Силу Вы Увидите Его В Ближайшее Время В Работе В Труде Еще В Чем Я Буду Благословен Израил Я Израиль Новый Израиль Во Христе Иисусе Аминь Господь Я прошу Тебя Наполни Моих Братьев И сестер Силой Твоей Ты Обещал Господь Ты Обещал Каждому Дать Силу Ты Обещал Наполнить Я прошу Тебя Именем Иисуса Христа Пускай Пускай Придет Твоя Благодать И Сила Для Освобождения Для Исцеления Для Благословения Во имя Иисуса Христа И я Провозглашаю Твою Силу Господь Во имя Иисуса Христа Господь Да будут Они Победителями Твоими Победителями Господь Во имя Иисуса Христа Да бежит Всякая тьма. Да, отойдет всякая тьма. Во имя Иисуса Христа. Господь, дай ходить твоими путями и дай ходить в твоей победе. Во имя Иисуса Христа. Великий Бог, благослови именем Иисуса Христа. Аминь. А я благодарю тебя и славлю тебя. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Все сказали Аминь.